Глубокий вдох, резкий выдох. Дышим, 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 дышим до конца. Выдох. Хорошо. В герметичной камере человек дышит через специальную дыхательную трубку. Показатели функции внешнего дыхания фиксируются автоматически, а результаты обследования выводятся на монитор компьютера. Исследование длится около 40 минут. Такое медицинское оборудование архангельские пульмонологи ждали с 1995 года. Для диагностики функции внешнего дыхания областная больница приобрела два аппарата – бодиплетизмограф и диффузиометр. На сумму 6 миллионов рублей. Преимущество, как я сказал уже ранее, над рутинной сперметрией – это в том, что можно определить объемы легкие, которые не определяются, и просто с помощью сперографического исследования. А раньше врачи-клиницисты базировались только на данные сперограммы и клинического мышления. Другой новый приобретенный аппарат – это диффузиометр. Он дает врачу сведения о способности насыщать кровь кислородом и отдавать углекислогаз в выдыхаемый воздух. Оборудование – единственное в регионе. С помощью новой методики обследованы уже более десятка пациентов. Есть такие редкие болезни. Раньше их считали редкие, сейчас они занимают примерно 10%. Так вот, их называют интерсоциальные заболевания легких. К ним относятся саркоидоз и диапатический легочный фиброз. Так вот, как раз этот прибор помогает более ранее выявить изменения. Такой метод исследования легких востребован среди пульмонологов, ведь заболевание органов дыхания характерно для жителей северных территорий. Оборудование поможет выяснить состояние органов у тех, кто перенес тяжелую форму бронхита или пневмонию. Кроме того, результаты обследования могут быть полезны для аллергологов и кардиологов. Проводится оно бесплатно по полюсу обязательного медицинского страхования.